Теперь, для того, чтобы было понятно, во-первых, повторим то, что мы только изучили, но более коротко. Каждый объект как состоятельный мини-компьютер. Он имеет состояние и может выполнять действия. Доступ к действиям объекта позволяет изменить поведение. Ну понятно, да? Машинку взяли и ставили игру. То есть я хочу сказать, что объекты схожи с объектами в реальной жизни. А теперь, ребята, давайте перейдем к кажущимся сложным понятиям, имеющимся в программировании, но пойдем с конца. Сначала я просто проговорю. Каждое вообще объектно-ориентированное программирование было сформулировано в первом языке смарт-арик. И, ну, кто будет в школе, почитайте, посмотрите уроки. И оно имеет три вещи. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Но давайте пока это пропустим. Зачастую человек встречается с такими понятиями, как абстракция. И второе понятие композиция. И, конечно же, если читать Лутца, который написал там умными словами, это непонятно. И это правильно. Но, боже мой, ребята, вы это делаете каждый день. Только, допустим, Лутц решил сказать, а пусть они там помучаются. Я им сейчас как расскажу в математической формуле. Лутц прав, ребята. Лутц профессионал. Он писал справочник для программиста, для изучения. Конечно, он не мог рассказывать, как я. Поэтому давайте абстракцию. Что же такое абстракция? Берите лист, бумагу и ручку. А сейчас делайте, выключайте видео. Делайте, выключайте. Ребята, нарисуйте прямоугольник. Из линий. У меня кривой, но вы нарисуйте прямой. Ребята, нарисуйте прямоугольник. Вы нарисовали. Вы только что здесь, может быть, что это такое? Это и есть абстракция. И вы скажете, Бовсуновский, ты что, дурак? Нарисовал прямоугольник, абстракция. Ребят, нет, я не дурак. А скажите, пожалуйста, ну вот вы сейчас затратили, рисовали прямоугольник. Вы просто знали, что делать. А теперь второе задание. Ребят, я вас прошу сначала прослушать вопрос и написать следующим образом. Вместо пунктов, попробуйте написать вот так вот, русскими словами. Функция. Функция 1. Дальше. Функция 2. И напишите. Функция 1. Я взял ручку. Вот пишите, что вы делали свои действия. Вторая. Я нарисовал линию. Третья функция. Я нарисовал вторую линию. Пишите. Распишите это сейчас. Как можете, как понимаете. Важно с этого, чтобы вы поняли, что это получился прямоугольник. Пишите. Если вы не прописали, то, ребят, дело не в этом. Я вам говорю. Вы поставили под сомнение то, что вы будете писать код профессионально. Писать вы будете. Но то, что профессионально, нет. Если вы пропустили задание. Вопрос сейчас не в том, что надо, вот Бовсуновский говорит, надо делать. Да хотите, не делайте. Я хочу сказать, что все надо пропускать через практику. Это единственное правильное. Вспомните простую вещь. Увидел, запомнил. Потом забыл. А вот сделал, понял. Итак, рассматриваем понятие абстракции. Смотрите. Абстракция была придумана для того, чтобы соединять несколько вещей в одно. Ну, например, нарисуем линию. Это просто линия. Теперь давайте попробуем нарисовать линию вот так. Теперь давайте поразмыслим. Нам надо нарисовать дом. Ребят, смотрите. Как делать дом, с одной стороны вы понимаете. А давайте попробуем объяснить программе. Мы можем поступить в вариант 1. Нарисовать вот этот дом. То есть, грубо говоря, нам первое. Нужно написать каждое мое действие сейчас функция. Мы пишем функцию нарисовать горизонтальную линию. Мы потом пишем вторую функцию нарисовать вертикальную линию. Мы пишем третью функцию нарисовать опять горизонтальную линию, но в другом месте. И опять нарисовать еще одну линию в другом месте. Теперь представьте. При строительстве второго дома мы опять начинаем нарисовать одну линию, нарисовать другую, нарисовать третью. Но ведь это же невыгодно. И тогда программисты придумают такое понятие, как абстракция. А что если взять и соединить эти четыре линии в один блок? И назвать это прямоугольником? Прямоугольник. Смотрите. В результате, в реальности, то получилось как? В реальности в программировании получилось бы, то есть мы бы описали, вот, если вы делали задание, которое я давал раньше, то вы меня сразу уже понимаете. Вы описали, как найти. Передвиньте свое задание, напишите его и передвиньте сюда. Вот оно. А теперь, что у нас получилось? У нас и получился класс прямоугольник. Класс прямоугольник, да? Только теперь, так как это класс, нам не надо каждый раз рисовать. Класс запомнил действие функции, да? В ООП это называется метод. Ну, то есть описание действия. И теперь, а теперь скажите, абстрактно, мы можем это с геометрией работать, мы можем для чертежа дома, передвиньте прямоугольник, ну, вот это, да, вот теперь он. Вот вам часть дома. Второй класс, нарисуйте, как рисовать треугольник. Добавили треугольник. Вот вам похожее что-то на дом. Но совокупность треугольника и квадрата в данном случае, получается, не прямоугольника, это уже две абстракции. Они разные. Так вот, когда мы совмещаем несколько абстракций, это программисты назвали композицией. И когда программист говорит, мы сделаем композицию, то будем понимать, что мы создадим несколько действий, соберем в одно. А теперь вспомните швейную машинку. Швейная машинка состоит из множества деталей. И вот когда все детали собрали, то это получилась композиция. При этом вы будете правы. Так получается, и это может быть композицией. Да, может быть. Мы собрали четыре линии. Это всегда зависит от угла зрения программиста. В плане дома у нас есть класс прямоугольник, у нас есть класс треугольник. Когда мы собрали, мы собрали композицию. То есть, ребята, получается то, что... А получается, что вы, когда что-то мастерите для дома, вы все это делаете. Вы берете доску, ведь на доске же не написано. Доска только для изготовления деревянных ложек. Доска – это абстракция, обычная доска. А что вы из нее сделаете? Стол, табуретку, шкаф. Это вы уже задумываете. И когда вы собрали стол, у вас с доски получилось. Допустим, стол с досок, да? То есть, и абстракцию, и композицию вы используете в жизни. Давайте подведем итог. Что такое абстракция? Абстракция – это умными словами, если объяснить, но не профессионально, но в принципе довольно понятно. Определение – простое абстракция. Абстрактное что-то означает давать имена вещам так, что имя фиксирует ядро того, что делает функция или целая программа. Это действительно верно. Но давайте вернемся. То есть, мы взяли, описали, как построить прямоугольник. На самом деле, для программы, вот если бы мы взяли Android, то есть экран, да? Есть экран. Ведь первая линия, вторая, они имеют разные координаты. И в программировании, допустим, системы Android, это было бы, допустим, есть экран там вот такой, и относительно краев экрана была первая линия, относительно краев экрана вторая линия, третья, четвертая. Но смысл прост. Он один и тот же. Если мы делаем абстракцию, значит, мы написали, чтобы выстроить четыре линии, и назвали это прямоугольником. И этот прямоугольник мы можем применить да где угодно. И уже смысл давать позже. Вот тут мы дали смысл, что это схема дома. В геометрии мы дали смысл, что это и есть прямоугольник, прямоугольник его основное назначение. То есть абстрактно описан класс. Вот как это выглядит в реальности в том же Джанго. Ладно, не буду вас путать. Сейчас дойдете к Джанго, тогда и будем говорить, путать кодом. В общем, вы поняли, что такое абстракция и композиция в принципе. Теперь, когда вы будете читать, вы будете понимать, о чем идет речь.